здравствуйте мои дорогие желанные горячие необыкновенные лучшие вы все у меня здесь такие поэтому вы здесь на моем канале я рада приветствовать вас на своем канале таро солнце меня зовут евгения сегодня я сделаю расклад на тему вы не общаетесь что у него за это время произошло пока вы настраиваетесь я хочу вас поблагодарить за ваши комментарии за ваши лайки делая расклады я даю вам огромное количество энергии и считывая информацию через карты она также передается и вам а закон вселенной это обмен своими комментариями своими лайками вы меня поддерживаете вы мне даете желание и силы для того чтобы я еще больше делала раскладов и отвечала вам на ваши вопросы мне безумно приятно читать ваши комментарии развернуто когда каждый описывает детали которые услышал свое родное действительно да у нас так действительно было и это подтверждение это подтверждение другим что это действительно все работает это все правда истина и настроившись на расклад пара которая у меня на раскладе приходит она получает ответы на свои вопросы поэтому подписывайтесь пожалуйста также на мой инстаграм-канал в описании видео там есть ссылочка в инстаграм-канале есть больше коротких видео там есть очень много разных ответов на вопросы также есть ссылка на телеграм-канал там я рассказываю своих впечатлениях чувствах ощущениях нереальных проявлениях в жизни поэтому там очень интересно и необыкновенно я буду рада знакомства с вами и общению с вами сегодня я предлагаю вам настроиться на мужчину который уже по моему пришел вам на расклад он говорит давай уже я уже готов говорит говори их хорошо дорогой вдох выдох и я растворяясь солнечном свете через меня с вами будем говорить вселенная для того чтобы получить ответ на свой вопрос вам нужно хорошо настроиться на вашу пару поэтому отстранитесь от всех забот проблем я предлагаю всегда перед тем как вы включаете мой расклад послушать музыку музыка это наивысшее вид искусство ей не нужно слов музыку понимают все без разницы на каком языке ты говоришь каждый ощущает особое чувство родства связи и она затрагивает самые тонкие струны души каждого из нас каждый ее слышит и понимает по-своему она лечит она помогает поэтому я вам предлагаю всегда послушать либо вашу любимую песню либо же у вас есть своя песня с мужчины на которого вы хотите посмотреть расклад либо же музыка которая заставляет вас расслабиться выдохнуть и отвлечься вы знаете о чем я говорю до каждого это своим пожалуйста не скрещиваем ни ручки ни ножки чтобы информация шла легко четко и без каких-то препятствий чтобы вселенная хорошо считывала вашу энергетику и через карты мои информация вся шла к вам и так называем имя своего мужчины дата рождения ваше имя дата рождения представьте если вы не были вместе как бы вы хотели чтобы произошла ваша первая встреча когда вы посмотрели ему в глаза при встрече а те которые были уже вместе вспомните этот момент когда вы смотрели друг другу в глаза прямо в глаза и вы просто тонули в них и здесь не нужно слов у меня закружилась голова девчонки мы уже на месте отлично настроились чувствую смотрим какой мужчина пришел к нам на расклад какая женщина девушка красотка моя самая лучшая красивая но мне все красотки вы у меня все девушки у меня нету женщин все у меня девушки самой нежная красивая страстная горячая чувственные и необыкновенные и что между вами какой мужчина пришел на расклад женщина что между ухты битва титанов говорите да кто кого ну понеслась значит сейчас считывается информация между вами между вашей парой как сейчас у вас идет битва реально на эмоциональном и на интеллектуальном уровне то есть вы думаете друг о друге если только вы думаете что вы думаете о нем а он не думает о вас нет здесь идут эмоции и интеллект то есть вы умом пытаетесь понять почему я это делаю почему я думаю почему у меня постоянно в голове вы пытаетесь найти ответ на этот вопрос опять пришел мой любимый драконище девчонки у кого-то мужчина в год дракона родился у кого-то мужчина связан с драконом вот огнище ваше уже разгорает мне смотрите что делается обалдеть я говорю в эту сторону если что это не мой поток воздуха идет это ощущается энергия огонь это же душа насчитывая считывается сразу показывает мне эта свечка очень особенно она моя очень чувствительная я знаю это идет у вас сейчас борьба буквально вы пытаетесь свои мысли и эмоции будто бы заземлить знаете показать ну вот тут в нормальных людей вот они же видятся ну вот у них чтобы они видят друг друга там за ручки держится а у нас это какой-то какой-то энергетический поток какие-то связи какие-то соединения да что ж такое почему я не могу в реальной жизни с тобой быть как все нормальные люди можете прям действительно эти слова говорить напишите мне кто ощущает это что у нас за связь с тобой такая неземная нереальная вы глазами не видитесь вы не видите друг друга здесь нету зрачков здесь нет глаза но у вас зато третий глаз открыт и это считывается информация между вами вашей пары однозначно подтверждение вам идет это подтверждение в реальной жизни вот идет знаки судьбы и подтверждение что вы видите у меня очень часто на раскладах происходят такие вещи и я специально акцентирую на этом чтобы вам показать как это происходит как это есть на самом деле и случайностей не бывает и случайности не случайны это все знаки судьбы а вы общаетесь на каком-то нереальном уровне разговор двух сердец на высоком уровне третий глаз у вас открыт ощущаете друг друга вы приходите ко мне такие необыкновенные девчонки вот и расклады такие необыкновенные вот о вас и говорят что у вас не зимные вот карты здесь идет у нас воды полностью вы погружены а вода это эмоции чувства ощущения переживания я чувствую его я знаю то есть у вас вот земного в отношениях очень мало если вы вы вообще могли не видеться в реале у кого-то отношения вообще только онлайн а если те которые были вместе ну на земле трогали друг друга ручками дотрагивались были физическом общении это был короткий период времени то есть основная карта считывает это показывает что основные ваши отношения ощущения друг друга вашей пары идут на эмоциональном уровне на уровне ощущений чувств в передаче информации энергетики но очень красиво вы получаете вот эти вот его приходы прилет и о нем красивая вот такое прям ощущение аж ум узорами сердце говорит кто узор где-то виде девчонки где-то я вижу эти узоры сердце прямо раскрывается она прямо горит она и но иначе вы себя чувствуете с ним прям красиво вот такого вот не было раньше и она красиво до ощущается все красиво но она все вот идет на каком-то ментале бесконечном также что сушки сразу начала говорить вам о вашей паре давайте начнем с мужчины вообще для начала на а мужчина говорит сейчас у него какой-то период жизни когда у него что-то просветлело в голове реально был сидел я в своей черной луне в своей тьме очень могло на него подействовать лунное затмение очень много он прям в этот период мог реально чувствовать магию волшебство он мог смотреть на эту луну и думать о вас он мог видеть вас в этой луне то есть луна это что такое луна это ощущение очень глубокие это ощущение родства вот он чувствует что ты мне родная вы действительно могли смотрите на своего мужа либо тут еще глубже идет информация когда вы были вместе в иных жизнях либо же вы одинаковые и вы чувствуете это родство вы чувствуете что он такой как я а я такая как он я себя с ним чувствую иначе я не должна думать что я скажу как я повернусь я ему говорю напрямую такие вещи которые я даже не говорю ни друзьям ни знакомым вещи истинные вещи как я ощущаю вещи как я вижу вы можете ему такое говорить а если вы не говорите вы чувствуете что с этим человеком вы можете поделиться такой информацией вы можете ему это сказать его он вас поймет то есть одно дело когда человеку говоришь и он не слышит а если я скажу этому он услышит и он чувствует это то же самое с вами он чувствует что вы особенно вы иная вы светлая вы та которая видит его свет вы та которая ощущает его та которая понимает его и они тут не разговаривают разговор без слов я я просто знаю я чувствую вот тепло он горит я чувствую твои тепло я приворожены к тебе я просто как привык я не могу горит от тебя голову отвернуть вот вроде в жизни столько всего грида я все равно возвращаюсь к тебе своих мыслях возвращаюсь тебе и вот у него прям мысли светится в голове о вас такой мужчина пришел что за моя красотка горячая пришла вы все вы огнище сегодня интересно и отношения между вами тоже огнище идет обалдеть огонь и огонь а вы говорите так если настроен делай не настроен одиос стала я короче сидеть я уже настроена серьезная я уже горю я вся горю вам реально жарко вас в жар бросает вы говорите я уже устала я чувствую уже вот вот реально у вас какое-то такое чувство что раздвоение личности я живу каким-то какой-то разной жизни у меня есть жизнь с тобой какая-то непонятная нереальная да потому как по этой карте я не вижу что вы там сильно с ним общаетесь особенно поэты тут вообще полная вода в полное ощущение друг друга на ментале на не на реале однозначно у вас здесь если есть какие-то отношения у некоторых так как расклад общий физическом плане то основная тут идет категория у нас ментал ментал мои красотки свечка сегодня просто не дает мне покоя луна чувствует это все и вы говорите у меня уже какая-то двойная жизнь моя жизнь обычная нормально и какое-то волшебство с тобой вроде бы я живу двумя разными жизнями и что между вами сейчас буквально идет борьба слушай ты не решаешь или что-то делаешь потому что я уже вся горю я уже не могу и эта борьба идет от вас ваша ваша ну потому что сидите такой привороженный ты мой свет у не так хорошо хотя он тоже однище чувствует жар от вас ну еще бы такой не чувствовать жар там в ваши отношения просто разжигаете сейчас действительно вы действительно можете кто-то из вас в жизни у него проявляться то есть вы можете первое написать или первое ему сказать или первое что-то предложить то есть от вас идет о гон вон и вы получаете он его винит да вот этот огонь у него там темнище какой-то сидит а вы его огонь он показывает что вот проявления сейчас идут ваши либо вы на ментале мы сейчас его шарахать и там конкретно своими мыслями желаниями ощущениями страстью огнем вот этот секс желание влечения вот такое все прям его штурмсе труси трусит и вас может подтрухивать девчонки потому что это все очень горячие энергии сейчас просто кидают и у вас сейчас идет будет буквально битва титанов кто кого ну что дорогой решает потому что вот так вот дальше мы не можем сейчас идет огнище между вами огонь энергии желаний страсти огня то есть карты показывает то что чувствуете вы это не только вы чувствуете это полностью ему отражается так как вы не общаетесь вы идете у нас на вот карта мира это идет по кругу это карта общения интернет общения может быть может быть вы видите вы общались только по интернету то что здесь нету реальных людей нету реальных отношений нету реальных соприкосновений его на этом ментале фигачите друг друга у вас это знаете что бросает в холод аж не имеет вот голова и задняя часть вот там где показываю местонать вот здесь вот прям не имеет от жарки да а потом в месяц как будто холодом и вот так по рукам по рукам по рукам холод холод около потом 5 жар тогда ваша энергия сейчас у вас конечно огнище происходит обалдеть кто кого кто кого вот так вот считывает вселенная энергетику пары которая пришла ко мне на этот расклад ну хорошо дорогой что у него за это время произошло все будем смотреть что же у него произошло хочу посмотреть на какой карте на какой кладе давайте сначала на это и дальше посмотрим что у мужчины произошло за период времени когда вы не общаетесь что я там происходит ну-ка ну-ка рассказывай даже чуть этом происходит что у него происходило нам не происходит сейчас вот что вот за тот период времени пока вы не общались у него вот произошло правильно формулировать очень важный вопрос чтобы получить четкий ответ потому как если вопрос будет сформулирован нечетко расплывчат здесь будет очень много информации она может по времени быть абсолютно разное и считываться информацией у кто по полгода и не общается здесь же общий расклад идет начнет рассказывать что было за полгода до этого или у кого была неделя до этого то есть нужно конкретно сформулировать пока пара не общалась по которой пошла расклад что мужчины вообще произошло чуть-чуть этом было то рассказывать давай сейчас все расскажу вам конечно куда о девчонки поздравляю пришла моя любимая парочка у которых отношения по дьяволу что такое отношение по дьяволу кто меня смотрит тот уже знает а кто новенький сейчас расскажу он красавчик здесь это мой самый любимый дьявол из всех колод он красивый он такой страстный горячий узнаете своего взгляд руки и движения телом плечи торс горячий красивый очень очень красивый мужчина я прям обожаю тебя отношения по дьяволу это когда вы думаете друг о друге постоянно это тогда когда вы заняты безумно какими-то делами и у вас даже нет ни минутки даже чай попить покушать кто там кофе пьет кто из вас чё там пьет но как бы это не казалось странным именно даже в такие моменты все равно он всплывает у вас в мыслях а вы у него особенно потому как сейчас мы конкретно спрашиваем что у тебя был он говорит дофигачила меня поэтому дьяволу говорит я уже просто вот так вот закрывал руки руками уши говорит потому что я не мог я держал голову я не мог уйти о мысли о тебе это очень серьезная карта и первая карта которая считывает основную его энергетику основное ощущение значит смотрите мужчина у вас может быть водного знака нодиака потому как у нас здесь король кубков либо же мужчина здесь показывается тот который был в мыслях ощущение самопознание своего внутреннего ощущения мира и покупки это любовь это чувство здесь никак иначе я не могу сказать он борста был затянут в эту рутину этим дьяволом которые вот эти вот чувства с него аж высасывал вот это вот ощущение он осознавал то есть он показывает я тебя не видел глаза у него закрыты но в это время когда я тебя не видел ты знаешь как меня колбасила да не по-детски я тебе скажу по дьяволу это такие ощущения девчонки это жар это когда бросает это когда ночью спать не можешь это когда засыпаешь вы ему снитесь он просыпается просто в горячем поту весь из себя готовы к действию все органы и члены и все остальное он просыпается ху течет весь просто понимаете вот это отношение под яву днем работа куча дел он заняты занимается важными делами а в голове вы а в голове она она неосезаемая на иная но она у голове лучше будет класла класс так дальше чай говорит думал говорит как не проявиться по колесу фортуна говорить я хочу это все как-то уже выводить менять колесо фортуны это перемены перемены в жизни то есть вот период которого сейчас был то когда вы не общались моему задали конкретный вопрос вот я хочу это поменять я хочу раскрутить это колесо я хочу выйти на другой уровень я хочу поменять это все то То есть колесо фортуны — это перемены, однозначные перемены. Это не то, что было раньше. Ну и что ж, ты хочешь по колесу фортуны, я уже сказала, и карта мне подтверждает, я хочу проявление, я хочу проявиться в её жизнь, потому что я иначе не могу. Он говорит, я хочу прийти к ней, вы ему из прошлого. Да, вот смотрите как, подтверждение опять. Я говорю, а потом по картам информация ещё подтверждается. У меня поток идёт быстрее, чем я вижу даже это по картам. Он думает о вас, потому что вы из прошлого. Вы реально были вместе в прошлом. Я не могу забыть его, не могу. Я помню, как это было, я помню, как я к тебе прикасался, я помню, как я тебя обнимал. Руку вам на плечо ложил. Он говорит, я хочу заработать денег и к тебе прийти. Смотрите, какой Пентакли. Он говорит, я хочу таким с денежкой к тебе прийти. Прийти, прийти, прилететь на этой лодочке. Прям встреча будет у вас какой-то серый день. Будет он либо дождливый, либо серый, но вот затянутый облаками. У кого-то это будет туман, у кого-то это будут осадки. Осадки однозначно. И время очень ранее. Почему-то я здесь вижу, даже не вечер, это утро. Ну вот какой-то дождливый, такой день, когда дует ветер, какой-то такой вот. И вот что-то дождик моросит. Прямо вот в такой день будет встреча. Потом вернётесь мне, девчонки, к этому раскладу. Напишите, да-да-да. Берите зонт. Да, хочу к тебе прийти. Обеспеченный пентакливый. Это такой, это не горячий, страстный. О, я сейчас загорелся, я пришёл. Нет, это такой обдуманный. Он уже сто раз обдумал, пришёл к этому действию. Собрал денежку. Знает, что будет завтра. Знает, что он хочет. То есть он в такие вот хочет к вам прийти. Смотрите. Это что у него происходило в это время? Говорит, я думала тебе постоянно. Вот опять три карты, одна под другой и подтверждение. Ой, вам видно там? По-моему, видно. Первое показало нам, основное его ощущение. Это наш кубковый король, который ходит ко мне из расклада в расклад. Который думает о вас. И смотрите, и под ней карта влюблённый. Ну, а думает, конечно, о вас. Он думает, вспоминает о вас постоянно. Вот что происходило у него? Он думал, вспоминал о вас. Да, он хотел это поменять. И опять же, он говорит, я хочу изменить это. Я хочу изменить это состояние. Состояние, вот это вот состояние подвешенного, вот это вот состояние дьявола. Мне тяжело, говорит, в этом. Но подьяву это очень тяжело. Это тяжело и вам, и ему. Может, потому что я привязан. Я привязан, а я уточняю, к кому ты привязан. Мое сердце к ней привязано буквально на ниточке. Вы видите, как оно привязано? Вот, говорит, я не могу никуда от неё деться. Вот она мой дом, она моё гнездо, она моя родная. Она моя, я хочу быть с ней. А я уточняю, с ней это с кем? И мне показывают королеву жезлов. Королева жезлов — это женщина с волшебной палочкой в руках. Это женщина, которая ощущает и видит мир иначе, которая получает информацию, которая есть способность к потусторонним вещам, есть способность к чувству того, что будет. Вот вы знаете всё? Как знаете? Вот не спрашиваю. Но я знаю, что будет так. Это женщина, которой могут даже люди обращаться за советом, и она всегда даст ответ на уровне своего эмоционального ощущения. То есть она не будет там сильно сидеть, как, например, королева у нас мечей. Продумывать, она сначала подумает, потом свесит, вообще такой реальный, самый лучший вариант скажет, нет, это сразу скажет, раз, так как она чувствует, она вот эту магию в середине чувствует, вот у неё руки горят, прям у неё вот эта магия есть у неё, она её держит, она чувствует, и она отвечает быстро и сразу, потому что эта информация приходит сразу. Надо сразу её выдавать и ощущать, пока мозг не начал обрабатывать и не начал варианты. Ой, это вообще такое реально? Нет. Она получила, сказала, вот, 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 вот такая вот. Вы ощущаете, вы даже с ним в общении могли резко выдавать информацию, то есть не сидеть, о, а если скажи ему так, то будет так, а если так, нет, вот у вас есть поток, вы его получили, получай, получай. Он такой, опа, и завис. А он, кстати, на ваше сообщение, когда ему отправляете, он не сразу отвечает, он зависает, а вы такая, как эти огоньки ему мечете, просто свои мысли, ощущения, эмоции, что вы думаете? Потому что оно идёт, эта информация идёт, и вам надо её чётко сразу выдавать, и вы не можете иначе. Вот вам идёт вот эта истина, и вы сразу получаете и чувствуете, это истина. Вот это я должна сказать, вот так вот, именно так. Потому что потом мозг начнёт обрабатывать, а может быть, по-другому сказать слово, для того, чтобы, нет, это уже не то. Истина идёт сразу, прямо, чётко, быстро. Так, понятно. Хочу ещё посмотреть у него. Давайте посмотрим, чем он там занимался ещё. На другой колоде. У меня тут такая мысль возникла. А давайте на этой. А почему бы и нет? Что там у тебя происходило? Пока вы не общались. Сейчас мы тебя тут раскроем так, что ты тут уже ничего не спрячешь. Это очень такая колода. Горячая. Нам же надо всё о нём знать. Так он, конечно, всё нам красиво рассказал, да. Нам можно поподробнее, вот, особенно разговор с ощущениями по дьяволу, вот этот вот огонь, огнище, что ты там чувствуешь, что ты там ощущаешь. Расскажи-ка ещё, продолжи, пожалуйста, расклад мне делать, говорю. Продолжи, мужчина, мне делать расклад, а я расскажу, что ты мне показываешь. Я всё передам. Что у тебя происходило за время, пока ты не общался с девушкой, которая смотрит этот расклад? Вы у меня все девушки. Без разницы, сколько вам лет. Что у тебя происходило? Давай, давай, рассказывай. Ох. Что происходило? Следи он за вами всё это время. Сиди, как это чёрный жук. Сижу, я заглядываю. Вы его не видите? Девчонки, у кого опять ощущение тени за вами, вот ощущение, как будто бы кто-то стоит за вашей спиной. Кто видит тени, девчонки? Вот это он. Вот это он. Он следит за вами. Он на ментале с вами. Вы прям ходите, чувствуете, что за вами кто-то идёт. Девчонки, напишите мне, кто такое чувствовал. Я иду, и мне такое чувство, что за мной. Я поворачиваюсь, никого нет. Я чувствую, что у меня над душой кто-то стоит. Вот это тоже ощущение есть. Я чувствую, как будто бы сзади меня, вот это в спину дышит мне буквально, вот кто-то надо мной. Вот однозначно. И это он был. Он рассказывает, я ревновал тебя очень сильно, говорит. Я ревновал тебя очень сильно. Эта карта самая горячая из этой колоды. Самая страшная. Я с ума сходила, он говорит. Ну, я теперь верю, дорогой. Ты знаешь, видя дьявола в предыдущей колоде, и эта карта мне ещё больше раскрывает твои ощущения. Он говорит, я тебя безумно ревновала. Я чувствовала, что я просто схожу с ума от этих мыслей. Вау. Так, дальше что он говорит. Смотрите, у вас где-то есть фотографии, либо видео с ним. Он их постоянно пересматривает. Постоянно. По этой птичке вот я сижу и смотрю. Прямо голову в небо поднимает. Вот посмотрит. И вот так вот вздыхает. Вот-вот чётко чувствую. В своих ботинках сидит. Слушайте, дома что-то он не разувается у вас. Ух, какой. Не разувается прямо дома. Прямо сидел в ботинках и смотрел видео о вас. Голову вверх поднимает и вздыхает. Пересматривает, пересматривает по кругу. Фотографии, видео. Ваши фотографии, видео, он говорит. Что там у тебя ещё происходило? Ну-ка я уточню эту карту. Куда ты там угорел? Что там у тебя это? Ну-ка уточни. А, ну ладно. Ну ладно, уговорил. А то я что-то не поняла. Тут какие-то женщины такие сидят. А он говорит, женщины перед ним, так, как это, красиво сказать и показать. Очень открыты. То есть, ну тут такая колода, что я не могу полностью карту показать. Говорит, женщины проявляются ко мне. Он рассказывает это. Они проявляются уже просто. Возьмите меня, я вся ваша. То есть, минимум две у него точные женщины есть, которые проявлялись к нему. Но почему я уточнила? Говорю, ну окей, это что такое? Он говорит, нет. А мне нужна она в этих её чёрных чулочках. Вы могли быть в чёрном на встрече с ним. Когда вы были вместе, вы могли быть в чёрном. Либо это было бельё, либо это была одежда, но было чёрное. Он говорит, они ко мне проявляются, а я хочу к ней. А я хочу её. Вот её хочу. Вот прям смотрю, и тут птичка, слушайте. Он у вас птичкой опять проявляется в жизни. Вот, девчонки, как хотите, крутите. Я вам показываю прямо в картах. Одна птичка, она на неё смотрит. Это вы. Вы смотрите на птичку. Птичка — это его проявление в вашей жизни. Опять, вы и птичка. Вы понимаете, что происходит? Я вам просто показываю подтверждение по картам. Вы видите его проявление в своей жизни в виде птиц. Напишите мне, кто видит птиц в последнее время, у кого они там пролетают, каркают, у кого просто приходит и сидит, смотрит на вас. А вы ей так, привет, а я знаю, кто ты. Это проявление в реальной жизни. Вот мысли, вот я же говорю, птички, они передают информацию, они наша связь с иными мирами. Это я не просто так говорю, это действительно так и есть, и я знаю, о чём я говорю. Что он вам рассказывает? Хочу быть с тобой. Хочу прижаться к твоей груди и быть с тобой всегда. Как-то невесты. Он думал даже об этом, представляете? Вы можете быть его старшей по возрасту, что она большая, и он малюсенький совсем. Старший по возрасту, либо у вас развитие очень разное. Ну вы намного выше в развитии, чем он. А либо аж и по возрасту прям намного старше, что он вам чуть ли не может в сыновья годиться. Ну не прям так, чтобы, но очень возможно. То есть тут показывается большой, большая разница в возрасте. Либо же разница в развитии интеллектуальном. Либо же вы работаете где-то выше, занимаете какую-то должность, а он ниже прям маленький-маленький. Хочу в себе на качельку, но желание у него к вам, не в чём, первый раз вижу в этой карте, эту. Не могу близко показать, не даст мне YouTube. Но у него тут размер желания очень большой к вам. Он маленький, а размер где-то раза в пять больше, чем он. Хочу её, желаю, хочу прям под венец хочу. Не могу сказать по-другому, что есть, так говорю. Всё, что показывают, я вам передаю, девчонки. Что у тебя за это время произошло? Ну давай ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть давай. Расскажи мне, мне всё мало и мало, больше и больше, ещё, ещё, more, more, more. Да, что у тебя ещё происходило, когда вы не общались? Расскажи. Слушайте, у вас точно есть какая-то песня, он просто тащится под неё. Напишите мне, девчонки, у кого из вас есть ваша песня, либо когда вы были вместе, какая-то музыка играла и запомнилась, но запомнилась она не только вам, он прям запомнил её, ну прям танцует. Мужчина у вас где-то работает, где нужно носить какую-то форму. Форму, либо, например, лётчик должен носить форму, да, военный, какие-то структуры, адвокат, судья, либо же человек работает механиком, тоже должен носить форму, одежду, либо он у вас повар, должен носить одежду, либо же он у вас художник, он должен тоже, да, на определённую одежду носить, там фартух, вот что-то он, когда работает, он должен определённую одежду. Рыбак, там тоже какие-то специальные штаны, у них там есть водонепроницаемые, либо же он у вас пожарный, тоже одевает специальную одежду. Ну вот, вы поняли, да, расклад общий, поэтому информации много, я вам даю, и он работает с чем-то вот железным, либо же это действительно ключ какой-то, если он механик, либо же если он повар, у него там ножи, либо же если он адвокат, у него там компьютер постоянно с ним должен быть, либо же, ну, девчонки, смотрите, у него есть какой-то инструмент, с которым он чётко работает, танцует, и прямо во время работы, даже когда работает, слушает тоже музыку, если не выйти это время, он раз-раз включёт, как настроился, прям не могу, дрязнешь ты меня, прям не могу, монашка ты моя, вроде как монашка такая, вся опять в чёрном, вас помнит в чёрном, что вы там носили чёрное, прям у него горит, эта эмоция, он говорит, ты у меня монашка, а там как платьице, то там ты совсем не монашка, говорит, девчонки, смотрите, кто был с мужчиной вместе, вы знаете, о чём я говорю, а кто не был, он прям вас представляет, представляет, и опять он вас представляет, вот и говорю, а потом вижу карту, вы тут нереальные на карте, женщина-женщина, мужчина, ну что-то нереальное, то есть он вас представляет реально, это не в реальной жизни у вас процесс происходит, он прям представляет эту страсть с вами, это что у него было, пока вы не общались, он представлял все ваши страстные объятия, вы танцевать могли с ним вместе, девчонки, и он помнит, помнит, прям этот танец, он помнит, как вас за спинку, вот так вот к себе, так прям притянул, прям, ой, прям чувствую, чувствую, и аж на вдохе, тогда где-то девчонки танцевали, очень связанно с танцами, здесь точно есть ассоциация, и он прям помнит, помнит, да, он говорит, я следил за тобой все это время, следил, и очень ревнует, переживает, что у вас, у вас есть в окружении мужчин, он сильно переживает, что вы, вот женщина в воде стоит, значит она может эмоционально повернуться к кому-то другому, то есть открыть свои эмоции, открыть свои чувства, он сильно об этом переживал, вот я летал своим, блин, черным вороном над вами, когда вы могли даже разговаривать с другими мужчинами, напишите мне, кто замечал, что какая-то птица над вами пролетает, то каркнет что-то, то сядет, когда вот у вас идет общение с другими мужчинами, однозначная информация идет, поэтому здесь передаю все так, как есть, ну что девчонки, разобрались, посмотрели, молодец мужчина, рассказал я тебе благодарна за хороший ответ на вопрос, благодарна вселенной, что я могу с ее помощью отвечать на ваши вопросы, и это одна из моих миссий, которая для меня очень важна и нужна, я благодарю вас, девчонки, за просмотр, благодарю вас за лайки, за комментарии, подписывайтесь на мой инстаграм, также телеграм-канал, и кто хочет отблагодарить, там есть информация про донаты, также деньги можно перевести на карточку, напишите мне, либо под видео, либо в инстаграм, в телеграм, я обязательно вам дам координаты, за донаты я покупаю новые колоды карт, и корм птичкам, потому что птички, они не земные, они реальные, они наши вестники, они наши помощники, и они те, которые переносят информацию, даже в нашем раскладе сегодня, мужчина проявляется у вас в виде птицы, у каждого по-своему, у каждого свое, но вы четко знаете, о чем я говорю, благодарю вас за просмотр, с вами была Евгения, и мой канал Таро Солнце, все будет хорошо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok